МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа СТВ на телеканале СКАД в студии Павел Овчинников. И, как всегда, в начале коротко о главных темах. Те выбоины, которые заделываются с предварительным подогревом, они намного дольше служат. Взялись за Южный мост. В текущем году основная переправа через реку Самара пройдет модернизация. Мы все заинтересованы в здоровье нации. И вот пример сегодняшний подарок. Идеальный лед для воспитания будущих хоккеистов. В столице губернии открылась новая ледовая арена «Кристалл». Уникальность перинатального центра состоит в том, что в нем будет развернуто два блока. В Самаре строят новый перинатальный центр. Располагаться он будет на территории больницы имени Середавина. Карантин по бешенству сроком на два месяца могут объявить в Ленинском районе Самары. Решение в ближайшее время примут областные власти. Собаку с признаками заболевания девушка-волонтера обнаружила 1 февраля недалеко от Самарской площади в сквере Устинова. Пса доставили в государственную ветклинику. Сутки за ним наблюдали врачи. 2 февраля животное скончалось. В областной ветеринарной лаборатории подтвердили, что причиной смерти стало заражение бешенством. Как говорят очевидцы, пес был крупным, вероятно, помесью хаски или маламута. По всем признакам у него были хозяева. Ветеринары просят откликнуться возможных владельцев. Также врачи предупреждают, что людям и животным, которые контактировали с зараженной собакой, срочно нужны прививки. Обязательно вакцинировать всех домашних питомцев. Независимо, были они вакцинированы или не были, лучше еще разочек перестраховаться и привить всех собак. Всех собак, которые гуляют где-то там в ближайших окружениях. Это сквера Устинова или в Ленинском районе. Ну и вообще собак всех и кошек надо прививать. Прививаются от бешенства раз в год, каждый год. Особенно те, которые выезжают на дачу, на природу или гуляют где-то. Это в первую очередь безопасность не животных, а владельцев. 6 тысяч машин в час по изношенному дорожному покрытию с выбоинами. Такова ситуация с проездом по Южному мосту через реку Самара. Вот уж новость, которая не новость, потому что об этом знают все автомобилисты. И вот городские власти решили ее исправить. Несмотря на погодные условия, взялись за экстренный ремонт. В этом помогает новая техника. Когда будет мост отремонтирован капитально, расскажем в нашем следующем сюжете. 450 квадратных метров выбоин на особо сложных участках заделают на Южном мосту. Ремонт ямочный, но метод новый, экспериментальный. Не только для самарских, но и российских дорог. Используется технология инфракрасного нагрева дорожного полотна, что позволяет ремонтировать в холодное время года. На тестирование данной техники претендовала Казань. Но властям Самары удалось первыми получить машину в бессрочное пользование. Пока преимущества очевидны. То есть те выбоины, которые заделываются с предварительным подогревом, они намного дольше служат. То есть это и экономия идет, и денежных средств, и наших ресурсов. Не будет уже такого негатива от жителей, горожан, что вот сегодня заделали, завтра там все вылетело. Эффективность и скорость экстренного ремонта накануне проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Работы ведут в вечернее и ночное время, чтобы не создавать пробок. Нагрузка и так 6 тысяч машин в час. Завершить планируют к концу недели. По расчетам дорожников, заплаты продержатся до лета. При необходимости их будут обновлять. Технику перебросят на другие проблемные участки, в том числе и Ракитовское шоссе. А за Южный мост возьмутся капитально. 10 лет здесь не было капремонта. Важные элементы конструкции изношены на 70%. Поэтому, конечно, мост заслуживает давно капитального ремонта. И мы в этом году получили необходимое финансирование, чтобы ремонт провести. В совокупности этот объем будет где-то 220 миллионов рублей. Немножко нам не хватает, около 40 миллионов, чтобы дотянуть ремонт до кольца. Но я думаю, мы эти деньги найдем в процессе текущего исполнения бюджета. Если говорить о ремонте Южного моста, то он начнется осенью текущего года. Проектно-смертная документация почти готова. Время выбрано с учетом интересов горожан. Работы начнут после окончания дачного сезона, чтобы не перекрывать одну из основных трасс Южного направления. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. Высококлассный лед для юных хоккеистов. В Самаре, в поселке Мехзавод, открылась новая ледовая арена «Кристалл». Отмечу, что за последние два года в области было введено 6 новых катков. И темпы строительства спортивных комплексов будут только увеличиваться. Подробнее наш корреспондент Катерина Колонтаевская. Несколько лет назад, в честь начала строительства будущей ледовой арены, Валерий Губриев получил автограф от своего кумира. Знаменитый хоккеист Владислав Третьяк расписался на его клюшке. Сегодня на деревянном снаряде появился второй автограф. Владелец говорит, что теперь его самодельная клюшка – бесценный раритет. Из фанеры выпиливали, клеили козеином, марлей обматывали. Это самодельный. Это был дефицит. Сегодня юные спортсмены экипированы как профессиональные игроки. Но самое главное – у них есть свой высококлассный лед. Новый спортивный комплекс «Кристалл» отвечает всем современным требованиям. Новый дворец построен на территории жилого комплекса «Новая Самара». Застройщик строительной компании «Финстрой». Цена этого проекта – более 470 миллионов рублей. И губернатор Николай Иванович, когда мы с ним разговаривали, он сюда пришел. Я говорю, ну, надо хоккею помогать. «Лада» ушла из суперлиги, в КХЛ не играет, у вас стадионы старые. Он говорит, Владислав, я построю 10, посмотрите. Буквально за несколько лет уже пятый стадион. Поэтому я очень рад, что губернатор понимает, что сегодня спорт объединяет людей. Планируется, что этот ледовый комплекс станет базой для хоккейной молодежной лиги. В его стенах будут воспитаны чемпионы, которые будут достойно представлять Самарскую область в масштабах страны. «Очень красиво здесь все сделали. Раздевалки очень хорошие. Там даже есть место для вартарей. На улице, если смотреть на этот дворец, то зеркальный, очень красивый». По словам волосных властей, планируется построить спортивные комплексы во всех районах области. В сентябре этого года будет введен в эксплуатацию ледовый дворец в Сызрани. В ближайшие годы начнется возведение ледовых арен в Жигулевске, Чапаевске, Кошках. Отдельная площадка появится и для самарских фигуристов. «Им нужны условия, немного отличающиеся от хоккея. И мы это будем делать для них, для того, чтобы можно было шлифовать мастерство или делать еще, чтобы воспитывать спортсменов с самого-самого высокого уровня». Как подчеркнул Николай Меркушкин, в области необходимо построить порядка 30 ледовых дворцов, чтобы на собственной базе готовить олимпийских чемпионов. В Самаре строят новый перинатальный центр. Располагаться он будет на территории больницы имени Середавина. Строительство идет полным ходом. Это будет современное здание с новейшим оборудованием. Для работы в многофункциональном перинатальном центре привлекут только лучших специалистов, если будет необходимость, в том числе и из других регионов страны. Наш корреспондент Александр Семенов оценил масштабы строительства. Новый перинатальный центр соединится со старым. Это будет целый многофункциональный комплекс, рассчитанный на 300 мест. Там планируется принимать порядка 5000 родов в год, в том числе и самые сложные случаи. Уникальность перинатального центра состоит в том, что в нем будет развернуто два блока – акушерский и неонатологический. Вот это изюминга перинатального центра. Что такое неонатологический блок? Это три отделения, в которые входят отделение анестезиологии реанимации для новорожденных, отделение новорожденных и отделение второго этапа выхаживания. Детей будут выхаживать даже с экстремально низкой массой тела. От 500 граммов также для новорожденных будет операционная, для экстренных вмешательств. Стоит отметить, что в последние годы рождаемость в регионе растет. Только по итогам 2014-го на свет появилось 38 тысяч младенцев. И строительство перинатального центра было крайне необходимо. Коек для роженец, например, с патологиями беременности зачастую не хватало. Новый комплекс во многом поможет решить эту проблему. Выставляем опалубку второго этажа. Залили уже техподполье, подвал, первый этаж. Приступили к работам по второму этажу. В Самаре новый корпус многофункционального комплекса будет сдан к лету 2016-го года. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Областные власти продолжают решать проблему обманутых дольщиков. Их число сейчас значительно сократилось. Только по итогам прошлого года в эксплуатацию введено 6 объектов в Самаре. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по регулированию вопросов долевого строительства в регионе. Однако проблема, конечно, еще не решена до конца. В Самарской области еще остается около полутора тысяч человек, участников долевого строительства. В списке проблемных остается также еще 16 объектов. Работа в решении этой проблемы сейчас активно ведется. Решение проблемы обманутых дольщиков – один из приоритетов правительства области. Губернатор Николай Иванович Меркушко в своем послании особо подчеркнул, что необходимо окончательно решить эту проблему и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Коммунальное бездействие. Жильцы пятиэтажки по проспекту Кирова-143 не могут добиться от управляющей компании внимательного отношения к их проблемам. В частности, подвал заливает нечистотами уже не первый год. Но ответственные лица на все жалобы и просьбы жильцов просто закрывают глаза. Илья Егоров подробнее. Проспект Кирова-143. На протяжении последних нескольких лет состояние подвала вызывает у жителей серьезные претензии. Помещение часто заливает канализационными стоками. Коммуникации со своими функциями уже не справляются. Запах и постоянный сыр из для дома стали делом привычным. Но жильцов такое положение дел совсем не устраивает. Просто-напросто фитикалии спускаются, трубы все сгнили, все льется в подвал. И затапливает не только подвал, но еще и улицу. Иногда выливается оттуда из подвала все это. Дышать невозможно, все парит, все он ломается, все видно это. Существование проблемы в обслуживающей организации не отрицают. Но, со слов жильцов, заниматься ее решением коммуначники в ближайшем будущем не планируют. В лучшем случае они устраняют очередной засор, а замене труб речь не идет. Мы в управлении уже 2-3 года жалуемся. И они говорят нам, да, лампочки все это. Не хотят вообще ничего делать. Ну вообще за домом не следят. Да ничего не обещают. Повлиять на свою управляющую компанию люди планируют при поддержке государственной жилищной инспекции. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Сейчас прервемся ненадолго и смотрите далее в нашем выпуске. Еще у нас иностранные языки. Устная часть введена. Не только тесты. В едином госэкзамене расширена творческая составляющая. Впервые в десятку лучших подразделений Федеральной службы судебных приставов России вошло наше областное управление. За год окончена работа по исполнительным производствам на 45 миллиардов рублей. Сотрудников заботят не только пополнение федерального областного бюджетов. Особых успехов добились по взысканию алиментов. А новых методов, которые реально работают. Дина Сметанова. Полмиллиарда рублей алиментов взыскали с неплательщиков за год. Гигантские суммы до 2 миллионов удавалось направить законным заявителям, когда уклонисты вступали в завидное наследство. Однако и меры морального воздействия применяют успешно. Одна из новых, раз в квартал, по соглашению с метрополией, с неплательщиками встречаются священнослужители. Были случаи, когда нарушители исправлялись, глядя на трогательные рисунки, обделенных алиментами детей. И более 17 тысяч должников не смогли выехать на заграничный отдых. По этой аналогии рассматривается законопроект, согласно которому в отношении неплательщика могут ввести ограничения на управление автотранспортными средствами. Это не значит, что судебный пристав будет бегать за должником и отбирать у него право. Смысла нет. Достаточно внести его в базу ГИБДД. Взыскание всех видов задолженности сейчас происходит гораздо быстрее благодаря информационным технологиям. Речь идет об электронном списании денег. Судебные приставы автоматически получают ответ из банков. По запросу через сутки, полутора суток приходит ответ о наличии денег и средств на счете. Это, как правило, зарплатные проекты, как правило, просто какие-то вклады. И судебный пристав по наличию за должности производит списание в электронном виде, нажимая пару кнопок. В этом году особое внимание уделят также сносу незаконных строений, предоставлению жилья сиротам, взысканию долгов за услуги ЖКХ. В последнем случае исполнительные производства закончены на сумму в 645 миллионов рублей. Дина Сметанова, Владимир Терентьев, СТВ. Просто огромная текучка кадров из-за низких зарплат. О насущной проблеме в сфере молодежной политики говорили в областной общественной палате. Средний доход специалистов, работающих с молодежью, сегодня составляет 14 тысяч рублей в месяц. Как отметили участники круглого стола, это, мягко говоря, вызывает социальную напряженность. В других ведомствах за воспитание и обучение подростков специалисты получают гораздо большие суммы. Решение этого вопроса сейчас пытаются найти и общественники. Данная проблема особенно ярко, и в том числе по нашим оценкам, которые мы провели, конечно же, видна в сельских муниципалитетах. Когда в одном и том же небольшом районе сотрудники, которые фактически работают иногда в одном здании или по соседству, но одни по подведомствам не относятся, например, к работникам, являются работникам культуры, а другие являются работникам сферы молодежной политики, получают заработную плату в 2,5-3, 3,5 раза отличающуюся друг от друга. При этом выполняют одинаковые функции. Получили второй шанс. 4 февраля прошло повторное написание сочинений для отпуска к ЕГЭ для тех школьников, кто не справился с первого раза. Таких в Самарской области немного, около полутора процентов. В этом году выпускников ожидают и другие новшества. Их обсуждали представители вузов и школ на круглом столе. Подробнее расскажет Максим Остриков. 2015 год юбилейный. 15 раз будет проводиться ЕГЭ в Самарской области. Иногда это почти шпионская история. Так, в 2013 году тесты попали в интернет перед экзаменами. Поэтому объективными испытания не признали. 2014 был честным, рассказывают представители вузов. Причем лучших из лучших принимал Аэрокосмический университет. Туда пришли выпускники с самым высоким средним баллом. Очевидно, сказался мощный пиар по вхождению вуза в мировой топ-100. В других вузах подтверждают, что прошлый год был не самым лучшим по качеству подготовки выпускников. С теми, у кого был общий балл 130-150, уже было тяжело работать. О том, как именно исправлять ситуацию, пока не говорят. Есть лишь общие фразы, что упор делается на личность ребенка и его развитие. А вот какие новшества будут ждать выпускников, помимо обязательного сочинения, являющегося допуском к ЕГЭ, уже известно. Вот только придется подучить тех молодых учителей, которые сами сдавали не обычный экзамен, а тот же ЕГЭ. Многие из них сами не знают, что это выпускное сочинение. Помочь нашим преподавателям освоить этот новый вид, может быть, деятельности, особенно для молодых коллег наших, педагогов, которые в своей профессиональной жизни еще не готовили детей к выпускным сочинениям. У нас есть и такая категория учителей. Таким образом, новшество в системе ЕГЭ приближает его к тому, что было раньше. Увеличению самостоятельной творческой составляющей и живого общения между экзаменатором и экзаменуемым. Сами работники на прямой вопрос журналистов не могут ответить, зачем нужно возвращаться к истокам. Говорят, не положено откровенничать. Смущенно, но радостно улыбаются и отводят глаза. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. Самара готовится принять этап Кубка мира по боксу по версии WSB. Пятый сезон. Сборная России будет биться против сборной Мексики. Поединки пройдут в формате стенка на стенку. Бескомпромиссные и захватывающие поединки пройдут в спортивном комплексе «Грация» 6 февраля. А в этот же четверг состоится взвешивание спортсменов-участников. Стоит отметить, что в команде России выступит и наш земляк Василий Веткин. Ну что ж, у меня на этом вся информация. Далее посмотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского. Вгс.лиманский.ру Читайте наши новости первыми в социальных сетях в группах СКАТ и СТВ Самара. Ну и, конечно, заходите на сайт радиокомпании СКАТ. А я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok